Добрый вечер, уважаемые белореченцы! В прямом эфире программа «Открытый диалог». Новый год на пороге. С таких слов я предлагаю сегодня начать наш разговор. С чем Белореченский район встречает Новый год и с какими планами мы идем вперед? А вот эти вопросы мы зададим нашему гостю. И в гости сегодня мы пригласили главу Белореченского района Дмитрия Альбертовича Федоренко. Здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Телефон прямого эфира 33 808. Звоните и задавайте ваши вопросы. Дмитрий Альбертович, до Нового года на самом деле уже остались считанные дни, буквально 10 дней. Как всегда, каждый из нас дает оценку ушедшему уходящему, ушедшему году. Прежде чем мы начнем подводить итоги работы муниципалитета, скажите, пожалуйста, лично для вас 2017 год, каким он был? Ну, для меня, наверное, непредсказуемым. Ну, вы знаете, я так оцениваю итоги лично для себя. Мои родственники, родители, дети живы-здоровы. Это самое главное. Ну, что касается деятельности района, сейчас для меня так получилось, что работа на первом месте, она меня занимает полностью, с головы до ног. И я бы хотел сказать, что то, какая работа была при предыдущей администрации, получилось сохранить преемственность. То есть механизм работает. Да, где-то есть нарекания, где-то есть обиды населения, и они вполне обоснованы. Будем стараться работать над ошибками, устранять их. Те проекты, которые были начаты в этом году, большинство из них успешно завершено. Это и строительство дорог, это и строительство садика, это и строительство газопроводов. Последние уже мы завершаем работы. То есть, я считаю, для начала, для старта, ну, уже какие-то успехи, достижения есть. Дмитрий Альбертович, ну вот, если вы сейчас сказали, что-то, ну, вернее, уже удалось завершить, но ведь наверняка есть какие-то планы, дела, какие-то вопросы, которые хотелось, но не удалось завершить в 2017 году. Вот как власть намерена в будущем году их решать, и что это за проблемы? Ну, конечно, это проблемы, связанные с жирно-коммунальным хозяйством. Это и наши, уже, наверное, поднаторевшие всем проблемы, это и с тепловыми сетями, это износ наших тепловых сетей, износ сетей водопроводно-канализационного хозяйства. Это проблемы очень глобальные. Это не за один год все это произошло. И, естественно, мы сейчас ищем пути развития путем привлечения инвесторов, путем, возможно, помощи со стороны краевого или федерального бюджета, чтобы поэтапно решить эту проблему. Эта проблема, ее достаточно сложная, я бы сказал, невозможно решить за один год. Но я бы хотел в будущем году начать решать вот именно такие серьезные проблемы системным подходом. Потому что не заменив тепловые сети, не заменив сети водопроводно-канализационного хозяйства за какой-то период времени у нас это приведет только к усугублению, ухудшению ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Эти проблемы нужно начинать решать, и подход должен системный. Каждый год мы должны сдавать какое-то количество отремонтированных сетей. Дмитрий Альбертович, скажите, пожалуйста, насколько часто обращаются люди со своими проблемами к вам, и как вы сами оцениваете, удается ли их решать в полном объеме? Вы знаете, люди часто обращаются. Существует практика приемов граждан, которые я провожу. Стараюсь каждую субботу, иногда просто по работе не получается, потому что я еще не во всех, вроде уже и времени прошло немало, но не во всех сельских поселениях даже успел побывать. Поэтому помимо приема граждан люди обращаются и в повседневной моей деятельности. Какие-то вопросы решаем, я могу сказать, да, какие-то удалось решить. Много вопросов не решено. Много вопросов утопает в бюрократии нашего аппарата, с чем я борюсь и еще раз бы хотел сказать всем своим подчиненным, заместителям, руководителям, главам сельских поселений, что все-таки наша служба, она муниципальная, но все-таки она называется служба. Слово служить. Мы служим своему народу, и мы должны где-то жертвовать своим временем, своим общением с своими близкими, своими какими-то принципами, но стараться сделать как можно больше на тот период времени, который нам отведен судьбой или положением, или регламентом на наших местах. Поэтому еще раз бы хотел всех попросить, работников администрации, всех наших структурных подразделений в ответах на обращение граждан повысить дисциплину. Дмитрий Альбертович, у нас есть звонок, дозвонились в студию. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас слушаем. У меня три вопроса к главе нашему. Да, добрый вечер. Какая я еще не знакома с ним. Первый вопрос. Почему вы к нам не приходите к ветеранам войны и труда? У нас городская организация, и вот всегда к нам приходили, сейчас нет. Это один вопрос. Второй вопрос. Я живу по улице Краснодарской, по Краснодарской, от Суворова до Первомайской. И вот этот участок дороги, у нас одни сплошные ямки. Вот сейчас началась такая погода, детям не пройти в школу даже. Надо обязательно сапоги резиновые, а их не очень-то и есть. Это мне второй вопрос. Третий вопрос. У меня личного характера. Я вдова солдатского вдова. И у меня сейчас внучечка с маленьким ребенком. А у нас на столу сгорел свет. Я уже к кому не обращалась, я не могу никому, чтобы провели нам свет. А без света, знаете, живем на окраине. Еще лазят всякие личности такие. Очень вас прошу, пожалуйста, направьте хоть дежурного или кому-то, чтобы нам провели свет. Спасибо. Ну, по поводу посещения, да, я приношу извинения. Просто, может быть, это физически, я просто еще не успеваю со всеми. Хотя ветераны войны, конечно, это отдельная категория лиц уважаемых. Я постараюсь в ближайшие дни обязательно посетить, выслушать ваше мнение, выслушать ваши какие-то замечания и проблемные моменты. По поводу остальных вопросов по ямам, по улице и по свету, я переговорим с главой города. Я думаю, что эти проблемы в самое ближайшее время мы решим положительно. Да, на самом деле людей-то и волнует больше всего такие вот, скажем так, проблемы. Конечно, проблемы в поседневной жизни, бытовые проблемы, от которых зависит комфортное проживание на территории нашего района. Это, естественно, не в первую очередь. Всегда. Дмитрий Альберсович, ну давайте немножко поговорим о предстоящем форуме, потому что на самом деле событие очень важное. Скажите, пожалуйста, с чем мы поедем, что мы предложим инвесторам? И если будут подписаны соглашения, что нам от этого ждать? Знаете, есть у нас уже заготовленные проекты, скажем так, которые обсуждаются уже не первый месяц с инвесторами потенциальными, которые мы хотим уже зафиксировать, подписать непосредственно на самом сочинском форуме. Ну, это, в первую очередь, это строительство торгово-извлекательного комплекса с кинотеатром, который так не хватает на территории нашего района. Это в городе Белореченске. Это модернизация, увеличение мощности концернов, существующего производства. Тоже проект подразумевает новое, более производительное оборудование. То есть, естественно, больший выпуск продукции, увеличение объемов. Значит, также модернизация чая фасовочной фабрики, тоже с увеличением мощности выпусками продукции. Также строительство второй линии молочного завода в Рязанском сельском поселении. Да, это будет расширен перечень и ассортимент выпускаемых сыров, которые на данный момент выпускаются. Будут еще дополнительные виды сыров производиться. Ну, где-то даже, возможно, как по программе импортозамещения. То есть, будут какие-то сыры производиться, которые ранее мы закупали за рубежом. То есть, инвест-проект всегда – это живой организм. Мы постоянно находимся в поиске, мы ездим на переговоры, мы привлекаем своим подходом. Если инвестор приходит нам на территорию, мы постараемся сделать все, предложить максимально удобные, комфортные условия, чтобы инвестор у нас задержался на территории нашего района и реализовал все свои намеченные проекты. Поэтому от форума мы ждем, конечно, и новых идей, новых инвесторов, новых знакомств. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я проживаю в городе Белореченске и строимся мы на, получается, СОЦ-Колосок-2. Там до штрафстоянки идет газификация, а дальше СОЦ-СОЦ-СОЦ-Колосок-2 не газифицирован. Можно узнать, в какой промежуток времени будет идти эта газификация? Просто вот так вот наблюдаешь за СОЦ-СОЦ-СОЦ-Колоском, он расстраивается в речку. А здесь чистое поле, очень много места. И просто интересно, будет ли там когда-то газификация или нет? Спасибо. Вы знаете, да, вопрос газификации еще стоит очень остро, много еще достаточно. И даже в том же городе мест, которые не газифицированы. И, естественно, это проблема того же комфортного проживания на территории нашего района. По всем территориям, там, где у нас еще нет газификации, у нас есть, конечно, планы. Где-то они краткосрочные, в следующем году где-то более долгосрочные, потому что мы не можем сразу все охватить и все улицы и соты и микрорайоны газифицировать. По поводу данного вопроса, ну, буквально завтра вам доведет информацию с администрацией городского поселения. Я возьму этот вопрос на контроль и постараемся ускорить газификацию данного микрорайона. Вот вы не раз уже озвучивали свою позицию в отношении того, как должна работать администрация, чтобы повысилась коэффициент ее деятельности, скажем так, Дмитрий Альбертович. Вот скажите, пожалуйста, все-таки какие планы и какие задачи вы ставите перед своей командой в 2018 году? То есть вот что вы требуете, скажем так, да, вот ваша позиция какая? Ну, знаете, я требую, я немножко повторюсь, я уже говорил о том, что должна быть повысилась, должна быть ответственность персональная за ту работу, которую делает муниципальная… Наказываете, вот прошу прощения, если вдруг… Конечно, да, как без этого, без дисциплины, без, так сказать, неотвратимости наказания за невыполненные поручения, ну, наверное, не будет никакого эффекта, результата. Но все-таки помимо, скажем так, метода кунта и пряника, должно быть понимание у работников администрации всех уровней о том, что эта работа требует, ну, какого-то где-то самоотдачи, самопожертвования, о том, о том, того, что к вам обращаются живые люди со своими проблемами, и зачастую люди в безвыходном положении находятся, нет жилья, нет работы, болеют, болезни, дети болеют, инвалиды, то есть проблем очень много, и не пропуская их сквозь себя, не ставя их на себя, на место людей, используя только формальный подход, что это не полномочия, тут мы должны, тут мы не должны. Тут денег нет. Да, ну, в любом случае, так не пойдет, так не пойдет. Нужно душой переживать за это дело. Это очень сложно, я не спорю, мне самому сложно. Но мы же, нас никто не заставляет здесь работать на себе. Мы работаем по собственному желанию, поэтому и относиться к этому нужно более, скажем так, не только дисциплинированно, но и с душой, с сердцем. И думаю, что все получится. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. У меня один вопрос. Во-первых, хотелось бы поблагодарить главу района за проделанную работу, потому что при прежней администрации мало что делалось. Спасибо вам большое за это. Спасибо. И вопрос, в чем заключается благоустройство улицы Первомайской, а именно пешеходной зоны тротуаров. Спасибо за звонок. Вот уже и первая оценка деятельности. Ну, администрация и прежняя тоже много делала. Ну, я благодарен за оценку. Мне очень приятно, конечно, как-то, наверное, первые разы, когда поблагодарили. И, значит, вы знаете, что касается благоустройства улицы Первомайской, я немножко не пойму, в какой части требуется тротуар. За последние годы эту улицу хорошо модернизировали. Было новое покрытие сделано, частично сделаны тротуары от въездной части до улицы Келермесской. И, значит, были установлены знаки, отглядированы обочины. То есть, ну, давайте так, я, специалисты городской администрации с вами свяжутся, уточнят, какой конкретно интересует промежуток. Посмотрим, конечно, мы примеры, потому что это улица въездная, и, естественно, это лицо нашего города, и для удобства граждан мы постараемся решить эту проблему. Дмитрий Альбертович, вот у нас после форума сразу еще одно важнейшее событие, но это уже в рамках страны, конечно, выборы президента. У вас есть какая-то своя позиция или, может быть, какой-то прогноз? Вы знаете, у меня прогноз на выборы президента положительный, позитивный, я вам так скажу. Я считаю, что нам нужно сохранить стабильность, это самое главное. В последние годы наша страна развивается стабильно. Да, может быть, ну, не так, как всем бы хотелось, но есть позитивный момент, есть рост, есть рост экономики, есть небольшой, но рост рождаемости, есть рост общего благосостояния людей, хотя, может быть, ну, не такой, как хотелось бы населению, ну, и тут я согласен, потому что всегда хочется лучшего, большего, у нас еще очень много проблем. Поэтому я надеюсь, что я, во-первых, призываю всех прийти на выборы президента, потому что от нашей активной позиции очень многое зависит. Как бы кто ни говорил, от нас, от населения, от населения нашей страны зависит очень многое. И, ну, проголосовать, наверное, в первую очередь за стабильность, за сохранение мира и стабильности на территории нашей страны. Вот Вы сказали про рождаемость. Я знаю, что Белореченский район, у нас в преди планеты все и в край. Да, есть позитивные моменты, да. Да, можно сказать, что у нас тоже стабильно и хорошо. Да, конечно, у нас, видите, у нас садики открываются, все равно не хватает. Школы уже, есть планы по строительству школ на следующий год, потому что вот уже та волна детишек, которая была в садиках, сейчас они пойдут в школу. Поэтому я думаю, что это очень позитивные, добрые, хорошие моменты. Согласен. Хорошие сигналы. Согласен. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Дмитрий Ольбеевич, дай Бог вам удачи во всех Ваших начинаниях. И если можно, помогите, пожалуйста. Село Великовечное, улица Маякопская. Напряжение в сети 160 вольт. Никто не может помочь, нигде не можем добиться никаких концов и правды. 160 вольт – это напряжение не 180, не 200, а деньги платим исправно. Это по всей улице практически такое творится. Нам надо заменить трансформатор или что-то такое с ним. Как-то можно попробовать порешать этот вопрос по поводу стабильности, чтобы у нас было хотя бы стабильно 200 вольт, я не говорю 220, хотя бы уже 200, чтобы не выходили из строя приборы, холодильники. Спасибо, спасибо огромное за звонок. Спасибо, я вас понял. Да, эта проблема, она повсеместна. На очень многих поселках, да и в городе есть районы, где за счет напряжения, понимаете, вот строились трансформаторы. Возможно, где-то они устарели, но зачастую просто количество, ну вот новые микрорайоны даже в родниках. Да, то есть количество домов, количество рост частного сектора просто не было запланировано изначально. Ну, да, наверное, кто-то ошибся, да, я понимаю, да. Да, понятно, что это наша проблема и нам ее решать, потому что я понимаю, что горят электроприборы, не так работает тот же кондиционер, стиральная машина. Это, опять-таки, к комфортному проживанию на территории нашего района. Мы позанимаемся с главой поселения, мы позанимаемся, я свяжусь с, я так понимаю, адыгейские электросети обслуживают у нас сельские поселения, я свяжусь с руководством. Постараемся решить эту проблему или, во всяком случае, какой-то план действия, потому что это, еще раз повторюсь, не одна территория, где существуют проблемы с напряжением. Сейчас мы постараемся, ну, как минимум, в самых острых моментах, где с напряжением хуже всего, постараемся решить эту проблему. С вами свяжутся специалисты администрации. В частном секторе ведь еще усугубляется, нет света, еще и воды нет. Когда отсутствует свет, то есть это, конечно, большая проблема. Я понимаю, конечно, даже вода зависит от электричества, поэтому возьмем этот вопрос на особый контроль. Дмитрий Альбертович, давайте немножко поговорим о будущем бюджете. Сейчас проект бюджета вынесен на обсуждение. Можете хотя бы кратко его охарактеризовать? Какой он направленности у нас? Куда будут наши деньги? Как, наверное, и большинство бюджетов, поселений, районов, субъектов Российской Федерации, наш бюджет, он социально ориентированный, конечно, потому что большую часть составляет это социальное, это образование, это здравоохранение. Конечно, я бы хотел все-таки, я депутатам это говорил, что прийти к тому, пока еще мало времени прошло, к тому, чтобы все-таки делать бюджет развития. То есть не за счет социальной сферы, мы никак не можем сократить социальную сферу, естественно, а за счет того, что, как я говорил ранее, за счет оптимизации, за счет где-то экономии, за счет проведения более четких конкурсных процедур, которые позволят нам сэкономить бюджетные деньги. То есть за счет этого сделать бюджет развития, чтобы мы смогли поучаствовать в гораздо большем количестве краевых программ и отремонтировать больше дорог, построить больше газопроводов, отремонтировать больше домов культуры, построить больше садов и школ. Поэтому задача моя к тому, чтобы все-таки сделать бюджет развития. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Я бы хотела задавать такой вопрос по поводу дороги ДНТ «Золотая осень». У нас если прошел дождь, невозможно даже поплыть, так можно сказать, поплываю. Везде лужи постоянно и освещение. Утром я ухожу даже на работу, я ничего не вижу, беру с тобой фаналик, и вечером эта работа такая же темнота. Спасибо, спасибо за звонок. Да, есть проблема в данном ДНТ с дорогами. Мы тоже сейчас поставим в план, и просто может быть сейчас отсыпать и грядировать дороги, слякать в грязь не совсем эффективно. Давайте так, мы поставим и по освещению посмотрим, почему такая ситуация, и по грядированию мы как минимум поставим в план. В самое ближайшее время с вами свяжутся, скажут вам, на когда будут запланированы эти работы, и эти работы будут выполнены. Дмитрий Альбертович, вот у нас зима календарная вступила в свои права, но, к сожалению, погоды пока мы... Погоды мы пока ее не ощутили. Говорю, почему к сожалению, потому что к Новому году, конечно, хотелось бы уже снега. Но если для кого-то снег это хорошо, то, наверное, для коммунальщиков все-таки это не очень хорошо. Насколько мы готовы к зиме, коммунальные службы? Вы знаете, как в том анекдоте, наверное, не хотелось бы нежданной зимы в декабре. Поэтому, ну, вы знаете, в этом году сделано многое в этом плане. В городской администрации закуплено две машины. Мы раньше пользовались машинами наемными. Они топ-подводили. Да, снегоуборочные машины и пескоразбрасывающие машины. Мы купили две машины многофункциональные. В них входит и снегоуборка, и щетка, и пескоразбрасыватель. Две мощных машины КамАЗа высокой производительности. Я думаю, что для города этого будет достаточно. Плюс у нас заключены договора, все-таки, ну, скажем так, на подстраховку с организациями, которые владеют такой техникой, чтобы вдруг в пиковые какие-то при чрезвычайной ситуации, при обильных осадках мы могли ситуацию держать под контролем. Все службы приготовлены, составлены графики, закуплена соль, песчаные смеси. Я думаю, постараемся, чтобы все-таки в этом году нареканий на коммунальщиков не было. Мы готовы к зиме, готовы. Проверим. У нас есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Меня зовут Елена. Проживаем мы в Пальном, так называемом районе, в черте города, это Соты. И вот у нас проблемы. У нас две проблемы. Но одна кричащая, это постоянно возникающие стихийные свалки. Вы не боитесь, что с резким повышением тарифа они как бы увеличатся могут? И вторая проблема, сразу скажу. У нас не организован вывоз мусора и нет оборудованного места для его сбора. Вот как-то местные жители, кто в фото проживает, мы выводим его. Спасибо, спасибо за звонок, спасибо огромное. Вы знаете, переживаю, больше всего переживаю по мусорной проблеме, потому что действительно рост тарифа связывают с моим приходом где-то. Но я уже объяснял, что это связано с изменением федерального законодательства, с изменением самой тарификации по утилизации мусора. Я очень переживаю по этой проблеме. Да, мы понимаем, что где-то обостриться проблемой с несанкционированными свалками. Но в любом случае мы создадим все условия. Женщина сказала, что действительно не организован вывоз мусора. То есть даже при существующем тарифе не организован вывоз мусора. То есть не пришли инспектора, не заключили договора, не оборудовали площадку баками. То есть это нужно сделать, чтобы у человека была возможность, да, может быть, уже по увеличенному тарифу, но оплатить вывоз мусора, оплатить эту услугу. Но для этого же соответствующие организации коммунальные должны пойти и заключить договора, и оборудовать эту площадку, что мы обязательно сделали. К сожалению, Дмитрий Альбертович, очень жаль, что, конечно, мы на этой теме именно завершаем наш эфир. Хотелось еще немножко по праздникам поговорить, но время быстротечно. Огромное Вам спасибо. Спасибо Вам. Как всегда, ответы Ваши откровенные. Я стараюсь предельно быть откровенным, да. Я думаю, что телезрители это видят и оценивают. С наступающим Новым годом, уважаемые телезрители. Всего Вам хорошего. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова